с вами ольга канонникова и сегодня мы будем делать с вами новогодний шарик очень актуально так как на дворе уже скоро декабрь вот такой шарик мы с вами будем декорировать я задекорировал только половинку шарика у нас еще не задекорирована вторая половинка из чего этот шарик шарик это упаковка для игрушки которые продаются а фикс прайс она состоит из двух частей игрушка детям а упаковочка осталась в наших руках и так мы ее декорируем половиночку вы видите и примерно вот так вот мы задекорируем ее она у нас таким с крупным снежком висит вот такая красивая бисерный шарик и внизу у нас еще с ягодками смотрите с такими зимними самое главное что у нас такой крупный снежок видите как она открывается все нам нужно сделать то же самое только на этой стороне из чего мы это все делаем мы должны к материалу подойти достаточно серьезно потому что вот сама поверхность и саму вышивку нам нужно натянуть и натянуть достаточно хорошо чтобы как можно меньше складочек у нас вот здесь вот было если вы используете пенопластовый шар то там легче там каждую вот эту вот складочку можно туда вот согнуть то есть ее немножко вот так вот определить в пенопласте из и туда ножичком закрыть здесь а все-таки шар у нас пластиковый и нам придется все эти складочки самостоятельно вот так вот раз направлять то есть здесь еще нужно будет использовать клей я использовал клей кстати полимерный почему полимерный потому что достаточно хорошо намазывают размазывают и он не просачивается через вот мою мою ткань поэтому ткань нужно выбрать вот как бы она не должна сильно толстый быть во первых во вторых она все-таки хорошо когда с ворсом вот у меня велюр такой тоненький тоненький велюр обратная сторона его ну похоже как вот на трикотажа но он достаточно не очень так хорошо тянется хотя тянется посмотрите вот видите тянется с этой стороны вот под лево тоже вот тянется а вот естественно вот по косой тянется очень хорошо то есть с ним работать можно он достаточно тоненький но он еще с ворсом и как бы ворс сам вот когда даже вот какие-то складочки создается ворс делает вот эти складочки менее заметными беру эту ткань и натягиваю на пяльца теперь смотрите размер размер мы определяем вот как от верхушки вот здесь половиночки наши видео он нашу ведем нашу линеечку вниз и здесь где-то около 15 сантиметров видите 15 сантиметров считайте вот здесь отверху и до низа не забывайте что здесь как бы вот край он еще будет закрываться но на сантиметр полтора даже сантиметра вот эти у нас будут с вами закрыты даже там где у нас будут возникать какие-то складочки они у нас закроются вот 15 с лишним при 15 половиной почти сантиметров диаметр моих пялец как раз вот этот размер у нас подходит вот вот этот вот край мы вышивать не будем то есть это у нас будет как я уже вам сказала здесь будет все закрыто переходим дальше значит нам нужно вышить по центру вот такой на шарик видите он у меня достаточно объемный и выделила из фетра вот у меня кусочек фетра красный у меня здесь очень темно на улице утро но очень очень пасмурно поэтому у меня горит свет еще лампой поэтому мой красный кажется розу в действительности это яркий красный у меня вот очень хорошо размер делается вот берете какой-то например как у меня рюмчиком обводите вырезаете части вот такая вот такую деталь вот такой деталь эта деталь она у нас должна лежать по центру вот сразу укладываете по центру прям определяете на глаз вот этой частью потом прям центру мы будем прикладывать вот сюда вот здесь вот видите отмечено вот вот этот центр будет наклеиваться вот сюда то есть главное положить вот примерно так но это не значит что каждый миллиметр надо умерять не надо все это делайте делайте на глаз так все сделали очень много теперь то есть шар у нас будет бисерный вот по центру у меня есть вот такие вот не знаю бисеринки вот достаточно большие они кубические такие но грани более такие вот ровненькие кругленькие закругленные немножко блестящие оранжевые мы пропустим вот по центру также у нас есть пять видов бисера это чешский бисер исключение являются вот эти покрупнее на достаточно насыщенного красного цвета самая папа крупнее это я китайский бисер вот это все бисер чешский прозрачный такой ближе как бы красная кей алый это прозрачный не прозрачные вот эти два вида бисера это тоже опять же алый а вот это же красный более насыщенный это вот ближе вот к этому только это прозрачный это не прозрачная примерно одного цвета и ближе к бордовому вот такой вот очень красивый он полупрозрачный то есть внутри вроде не прозрачный а наружу этого бисера прозрачные то есть мы будем использовать полностью все пять видов этого бисера на вышивку нашего шара теперь еще мы уже в самом конце будем использовать прозрачный бисер вот это вот у меня немножко тут осталось это китайский бисер прозрачный но но он тоже придает такой блеск вот видите нашему шарику вот он блестит не знаю видите вы на видео или нет но тоже очень красиво достаточно смотрится и вот по центру видите вот такие вот палочки как я вам сказала всем штук тут у нас их так что касается бисера мы поговорили теперь что касается на ниток а значит ниток и лент саму веточку вот ели мы будем с вами вышивать ленты атласный шириной 6 миллиметров вот такие иголочки будем вышивать ирисом темно таким зеленым немножко болотного цвета а теперь вот такие веточки ярко зеленые с бусинками мы будем вышивать вот таким ирисом зеленым естественно это просто будет бусина у меня такие вот у меня есть здесь сколько 24 5 6 7 бусинок еще нужно будет то 7 таких 7 таких а вот теперь верхушечку нашего шарика мы будем вышивать нитками тулип золотыми такими ну и все что касается вот обработки здесь края я как только сделаю полностью весь шар и я посмотрю чем можно будет здесь обработать либо какой-то тесьмой золотой а либо кружевом это уже будем сейчас мы не будем об этом говорить и даже показывать я ничего не буду просто потом я поищу у себя за граммах посмотрю чем это можно обработать это уже в самом самом конце и так приступим нам сейчас нужно прежде всего приготовить ниточки заранее я вообще это вот уже приготовила посмотрите у меня уже лежат лежит все что нам понадобится красных ниточек на тоненьких видите на тоненьких иголочек у меня здесь аж 4 иголочки потому что мы у нас очень много бисера и мы будем вот эти 4 иголочки с нитками они у нас идут в момент этого даже будет мало поэтому лучше сделать побольше заготовок а чтоб потом заниматься только вот пришивание и так начали начинаем вот с этих вытянутых бусин так как у нас здесь бусин 7 то есть получается три с одного края три с другого края и и одна прям должна лежать по центру вот мы сейчас выкладываем наш шар в центр пялец и выводим вот так по центру ну чуть ниже так как у нас бусина продолговатая поэтому если центр тут я немножко спустилась сюда вдеваю бусину выложу ее вот сюда вверх опустила теперь нам нужно три бусины расположить одно второе и третью где-то с этой стороны одно вторую третью с другой стороны так так как у нас нитка вышла вот отсюда значит вот отсюда где-то мы должны вывести ее второй раз вот выводим берем еще одну бусину и вот тут мы ее должны где-то закрыть теперь вот отсюда выводим и вот здесь мы ее неизнанку выводим теперь отсюда и возвращаем ее назад с одной стороны мы закрыли средину теперь тоже самое делаем вот с этой стороны одну бусину вверх вверх вот так вот выводим теперь сверху мы выводим вниз и теперь снизу мы выводим вверх вот таким образом мы с вами сделали серединку и у нас теперь на шарик никуда не уплывет он у нас держится хорошо теперь берем вот такие прозрачные бисер вот этот вот прозрачный я вам показывала видите какой прозрачный у нас все красное здесь показано на видео я смотрю розовым но действительности это все красные такое алая даже берем у меня увеличение очень большое поэтому вы не будете видеть как я набираю бисер вы будете видеть как я его только пришиваю выводим на лицо нить и вот здесь вот сбоку сверху меня мы ее делаем теперь по центру вот этой длинной бусины еще одну укладываем бисеринку уводим нить теперь чуть ниже спускаемся здесь у нас будет еще одна бисерина еще чуть ниже спускаемся будет еще одна бисерина все одну бисерину обшили теперь идем чуть выше и будем обшивать бисерину вторую с левого края у меня у вас противоположной будет стороны то есть с вашей стороны будет справа у меня здесь слева вот то есть как бы одну сбоку самую первую потом по центру потом опять сбоку и между и между бисеринками еще одну кладем вот так теперь делаем чуть выше уже то есть как бы сбоку уже 3 3 бисеринки вот так вот положили теперь по центру верхушечки теперь по центру верхушечки третьей бисеринки вот так положили чуть ниже ее так чуть ниже ее вот здесь еще бисерину выкладываем и еще ниже между третьей и четвертой выкладываем еще в бисеринку теперь выше поднимаемся уже по центру около центральной бисерины делаем одну вторую сверху по центру и другого бока третью теперь между четвертой и пятой кладем так сбоку пятой и вот таким образом мы полностью проходим весь край верхний и так посмотрите вот этот ряд я весь прошила теперь переворачиваем и начинаем прошивать вот эту часть прошиваем точно так же как вот как вот этот ряд точно так же я тоже тут первую бусинку с этой стороны обшила и теперь обшиваем следующую сторону бусину сбоку сверху с другого боку и между двумя стежками между двумя бусинами вот и между осталось вот здесь берем следующую бусину сбоку теперь по центру бусины теперь по центру бусины теперь по центру бусины вот здесь за боку вот так и вот между бусинами вот сюда видите между бусиной вот сюда выкладываем и таким образом мы должны докончить вот здесь вот край вот сюда дойти и так вот я прошила центр смотрите мне не очень нравится как у меня легли вот эти вытянутые бусины то есть я немножко поторопилась и бусины у меня немножко легли не в попад немножко криво криво особенно вот это вот бусины вот эти вот немножко поправить поэтому я просто ввожу вот первую бусинку я подправила вторая бусинка мне тоже хорошо но я Вам покажу как то есть мы второй Второй раз мы проходим вот так в бусину, смотрим как ее повернуть, вот так вот она должна ложиться, значит мы в этом месте, вот так вот перпендикулярно вводим ниточку и подтягиваем. Вводим вот сюда, вот выводим, через бусину проводим иголочку, вот так подтягиваем ее. Вот она должна правнее быть, да, вот так, и вот здесь вот в верхушечке прям вот, вот так ее подтягиваем, теперь выводим вот сюда, проводим через бусину, вот где-то тут мы ее закрепляем, вот видите затянули, все остальные могут оставаться, да, могут оставаться как есть, мне вот они нравятся. Вот, кстати, так выглядит у меня изнаночка, немножко вот так закрепить здесь ниточку, здесь вот подтянули и сделали узелок. Таким образом можно делать коррекцию. Все, здесь у нас достаточно ровненький такой ряд, он меня вполне устраивает. Теперь мы просто берем, вот у меня по центру здесь вышла иголочка, здесь же небольшое расстояние вот так вот. Вот здесь вам нужно такой вот сделать снежок из вот этих же, из этого же бисера. В небольшом расстоянии, расстояние где-то миллиметров семь. В шахматном порядке мы просто этот бисер пришиваем, ну вот так. С одной стороны и потом с другой стороны. Именно вот этот вот прозрачный бисер. Закрываем поверхность сверху, потом будем закрывать поверхность снизу. Здесь вот с краю можно здесь сделать еще. Вот я вам показываю на одну половину, а вторую половину будете вышивать сами. Вот, теперь можно вот здесь вот еще сделать, бисеранку положить сбоку, вот здесь требуется. Все, вот эту половинку мы бисером закрыли. Теперь ваша задача то же самое сделать на обратной стороне нашего шара. Итак, вот мы обшили полностью весь круг вот этим прозрачным бисером. Посмотрите, как он у меня сейчас выглядит. Теперь берем вот китайский, вот этот более крупный бисер. И то же самое между этими бисеринками в шахматном порядке пришиваем бисер, а теперь китайский вот такой вот матовый. Начинайте как бы с любого места. Так, как бы хаотически, но расстояние должно быть одинаковое. Примерно между бисером. Решивайте, как удобно. Я взялась сначала вот с краю, сейчас обошью, а потом перейду к центру. Вы можете начинать от центра, идти к краю. Все равно. Разницы никакой нет. Вот наша задача заключается в том, чтобы как можно большая поверхность нашего вот этого вот красного шара была заполнена бисером. Нет, вполне возможно, тут все будет. Там будут, конечно, и пустые пустоты, но если вы уж очень хотите, можно закрыть полностью всю поверхность. Это уже зависит от вашего желания. Просто если полностью поверхностью покрывать, надо больше времени. Если это время у вас есть, и если это принципиально для вас важно, вы это можете, пожалуйста, делать без проблем. Вообще, в новогодней вышивке, вышивка бисером будет смотреться очень хорошо, очень эффектно, потому что она праздничная, она блестит. И даже матовый бисер, он очень красиво выглядит вместе с блестящим бисером. Как бы это всегда. Еще можно вот где-то вот сюда, наверное, положить бисеринку. Посмотрите. Вот так у нас выглядит эта часть вместе с большими бисеринками. Давайте я вот эту часть вам пока не буду показывать. Вы ее вышите как бы самостоятельно. Сейчас возьмем следующий бисер. Это точно такой же, только он у меня более мелкий. Видите, тоже матовый. Вот мы его таким же образом опять поместим вот сюда. Так, ниточка у меня где-то кончается вот тут. Поэтому где-то вот тут. Рядышком вот выводим. И теперь мы берем такой же матовый, только более мелкого размера. И опять пошли. Дадим возможность вам испробовать свои силы на другой половиночке. И сразу, посмотрите, наша работа приобретает объем, достаточно хороший объем. И благодаря матовым и блестящим бисерам, благодаря разным оттенкам бисера, этот объем становится еще более таким большим. И самое главное, что здесь никаких навыков не нужно. Здесь бисерины всегда лягут ровненько. Нам ничего не надо. Это мы только ее вот выводим иголочку, одеваем бисеринку и чуть рядышком назад выводим. Все. Вот этот способ подходит для прям самых-самых вот. Как бы у меня тоже с бисером я не дружу, потому что у меня плохое зрение. Ну вот в этом случае без проблем. Одеваешь хорошие очки и все. У меня очки чуть-чуть побольше моих диоптрий. И я уже вижу лучше и уже могу дальше с легкостью вышивать. Так, ну вот здесь вот можно еще крошить. Так, вот сюда. Здесь вот вывести. Положить несколько бисеринку вот сюда, допустим. И с этой стороны сейчас у меня немножко вот здесь вот пустовато. Сейчас я здесь тоже положу немного вот таких вот матовых бисерин. Но более такого насыщенного цвета, скажем, а потом посветлей. Уже совсем алый, да, он ближе будет к оранжевому. Это мы сейчас вот будем. Следующий шаг у нас будет. Вот, все легко, все просто. Ничего сложного нет. Просто немножко терпения, потрудиться, конечно, надо. Потому что, это да, это достаточно сложно забить полностью такую поверхность. Так, у меня вот что-то бисеринка не идет. Мы ее убираем. Берем новую. Вот, совсем чуть-чуть. Осталось. Убираем эти, этот бисер и берем бисер поярче. Еще ярче. Вот. Да, очень много зависит от цвета, как свет падает. Но я ничего не могу сделать. У меня дневной свет. У нас сейчас уже 10 часов. Достаточно это, ну, тучи, тучи ходят. Горит свет в комнате и горит еще лампа. И все равно цвет такой не очень хороший. Ничего я исправить не могу. Поэтому смотрите, как есть. В реалии смотрится очень-очень хорошо. У вас немножко искажается, но, как бы, от этого ничего же не зависит. Техника не зависит. Вы вот это все делаете своими цветами. У вас будет так же получаться еще красивее, чем у меня. Потому что я не могу себя назвать профессионалом. Я просто берусь за все и делаю. Может быть, это, конечно, не нравится кому-то. Но, тем не менее, я от этого получаю большое удовольствие и делюсь с вами. Потому что, как бы, не все могут делиться. У всех разные на это мнения. Смотрите, у нас уже почти все вышито. И смотрите, какая у нас получается красивая поверхность. Она уже смотрится намного объемнее, чем вторая часть. Так, нам осталось несколько вот здесь вот бисеринок положить. Все. Мы с вами вышили. Вот так наша поверхность смотрится уже. Видите? И вот вторая, она, если это объемная, то это еще у нас не объемная. Мы ее еще будем вышивать. Теперь берем вот более тонкий, вот такой темный бисер, бордовый. Он тоже, я вам говорила, полупрозрачный. И оставшиеся вот места. Вот берем бисеринку. И ее укладываем. То есть у нас есть вот места, где просветы какие-то такие более большие. И мы их закрываем более таким вот. Более темным бисером. Здесь, возможно, понадобится не так уж много бисерин темных. Но, тем не менее, вот они создают более такой глубокий фон. И объем становится, опять же, более такой глубокий. Так, вот здесь вот можно заполнить. У меня ниточка уже заканчивается. Вот я, пожалуй, эту нить выработаю. Почему-то у меня вот этот бисер с очень маленькими отверстиями. Поэтому вот эта иголочка почему-то у меня не срабатывает. То есть срабатывает не под все бусины. Подходит не под все бусины. Тем не менее, я пока иглу... У меня смысла нет. Мне надо это окончить нить. Вот сюда, вот здесь. Все, пожалуй, я больше не буду. Все оставшееся я, когда здесь буду закрывать, может быть, несколько еще бисеринок темненьких я еще сюда вот положу. Переворачиваем наизнанку. Здесь закрепляем ниточку. Делаем узелок несколько раз, вот так скрепляем. Минимум три раза. Выкладываем еще чуть подальше, еще чуть подальше. Вот таким образом выводим ниточку. И обстригаем ее. Вот. То есть как бы нет никаких вот узелочков. Вот. Просто вот так они замотаны и все. То есть они не... Нет, не такие нет. Узлов здесь нет. Так, теперь таким же образом мы делаем и вот эту половинку. Итак, вот я обшила полностью весь наш шарик. И таким образом он у нас выглядит. А теперь беру прозрачные бисеринки. У нас их тут, ну, можно взять не так уж много. И вот на достаточно большом расстоянии мы их также должны пришить по всему кругу. Ну, начнем. Так, где у меня тут? В зависимости от того, где нить. Нить у меня где-то вот тут. Поэтому я где-то сюда же. Вот. Вывожу ниточку. Вверх. И пришиваю на достаточно таком большом расстоянии. Шиваю прозрачные бисера. Мне вот в данном случае удобно, когда бисер у меня уже лежит на поверхности пиолет. Потому что, как бы, вот это прозрачное, оно ближе к белому, оно очень хорошо видно. И мне удобно его брать именно с лица, потому что мы его пришиваем так лицо, не к изнанке. Поэтому вот последние бисерины я пришиваю таким образом. Вот. Одну половинку шара я уже обшила прозрачными бисеринами. Теперь нужно обшить все и со второй стороны нашего круга. Итак, шар мой обшит. И вот таким образом он у меня выглядит. Я его укладываю лицом к себе. Вот вверх, вот вниз у меня. Вот. Вот здесь вот у нас будет держатель такой металлический. Мы для этого, для его вышивки используем нитки тулип золотого цвета. Нитки тулип достаточно такие толстые, они крученые. И я поэтому буду делать все в одну нитку. Вот примерно намечаю центр, то есть перпендикулярно центральной части. Так. И вот здесь вот у меня будет вот этот вот металлический держатель. Зелочки наверху осталось. И теперь мы делаем высоту, какой он у меня будет. Вот примерно вот такой высоты. Так. Теперь какой ширины делаем. Вот такой у нас он будет ширины. Мы должны обозначить края. Просто прямыми стежками. Перейдем вниз. Так. И внешнюю частью основой. Вот. Как у меня это все выглядит. Увеличу. Еще больше. И теперь нам нужно сделать вертикальные стежки. Вот. Идем сюда. И делаем стежок вертикальный. Я стараюсь протыкать верхнюю часть. То есть снизу нам как бы на основании не будет видно. А вот здесь я вот эту ниточку стараюсь проткнуть. То есть ни под, ни над, а просто протыкаю ее. Вот. Делаем вот такие вертикальные стежочки. Закрываем всю поверхность. Вот еще один стежок можно закрыть. Вот здесь вот. Вот. А теперь мы опять идем к основанию. И теперь эти вертикальные стежки закрываем горизонтальными стежками. То есть делаем как бы объем нашей металлической верхушечки. Постепенно, постепенно поднимаемся вверх. Сильно здесь стежки не затягиваем. Главное, чтобы они входили, не выходили за размер нашего металлического крепления. Вот так. Видите, он у нас становится очень объемный. Потому что мы сначала вертикально прошили, потом горизонтально прошили. Нитки толстые. И получился вот такой объемный. Как вам сбоку показать? Не знаю, видите или нет. Потому что видео не передает вот это вот 3D. Это сложно. В реалии всегда смотрится лучше. И теперь нам нужно хвостик, за который мы вешаем наш шарик. Это вот такой вот мастежок делаем с узелочком. То есть вот. Вот нитка у нас выведена на лицо. Рядом прям с ней, рядом прям вот выкладываем. Протыкаем поверхность. Вот на высоту вот нашей петельки выводим, укладываем под иголочку нить. Вот видите, вот. Чтобы иголочка прошла. Теперь выводим вот так ниточку. Но сильно не затягиваем. Видите? Узелочек получился. Вот. У меня такой подойдет. И прям сразу на изнаночку. Даже немножко проткнула вот здесь вот ниточку. Я вывожу ее наизнанку. Все. Видите? Сильно мы не затягиваем. Вот получился вот такой держатель. Все. Посмотрите, что получилось. Вот что у нас на изнанке. Все очень красиво. Здесь я маленькую вот такую ниточку надо поднять. Не повредит ничего. Так. Похоже, я вот сюда сделаю чуть выше. Вот. Видите? Чтобы здесь вот не проткнулось. Здесь вот под ниточку вывожу. Несколько раз обвиваю. Два. Три. Ниточку стягиваю. Вот так. Спускаюсь вниз. Вот через вот эти все ниточки. Еще раз спускаюсь вот с этой стороны. Здесь могу вот так еще закрепить ниточку. Аккуратненько. Не затягивая. Так обрезаем. Все. Это все будет наизнанке. Это ничего не должно распуститься. Еще тут подправляем все. Вот посмотрите, какой шарик у нас получился. Вот так вот у нас выглядит наш шарик. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры. Продолжение следует...